Сентябрь будет богат на значимые спортивные мероприятия, которые пройдут в Хабаровске. Напомним, с 5 по 8 сентября в Ерофей-арене состоится международный турнир на Кубок губернатора Хабаровского края по Бенди. Он откроет программу сезона 2019-2020. Участие в нем помимо Хабаровского с Каневтяника примет иркутская Байкал Энергия, а также два представителя элитного дивизиона чемпионата Швеции Эдзбюн и Болнес из одноименных городов. Формула турнира предусматривает матчи с каждым соперником, по результатам которых две лучшие команды сразятся за главный трофей в финальном матче. Также зрители увидят игру за бронзовую медаль. Продажа билетов на международный турнир по Бенди уже стартовала в Краевой столице. Кроме того, с 17 по 22 сентября Хабаровский край впервые будет принимать Кубок мира по прыжкам на батуте. Завершающий этап также пройдет в Краевой столице. Соревнования станут последним этапом отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. За путевки поборются сильнейшие спортсмены планеты. Подробнее о том, что ждет зрителей на мероприятиях, о готовности Хабаровска принимать значимые спортивные события и не только, поговорим с нашим гостем в студии Антон Куликов, консультант отдела развития видов спорта и подготовки спортивного резерва, комитета по физической культуре и спорту Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края. Антон, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Хабаровский край – это снова центр мировых и даже всероссийских спортивных событий. Расскажите подробнее о мероприятиях. Как вы уже сказали, в сентябрь нас ждут два мировых спортивных мероприятия. Начнется все с хоккея с мячом. С пятого по восьмое – арена «Ерофей». Международный турнир по хоккею с мячом на Кубок губернатора. Сильнейшие клубные команды Швеции и России сразятся за этот трофей. Далее нас ждет, не побоюсь этого слова, грандиозное спортивное событие – Кубок мира по прыжкам на батуте. Более 200 спортсменов из 30 стран мира приедут в город Хабаровск бороться не только за медали, но и за путевки на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио, Японии. А помимо этих грандиозных турниров, что-то еще планируется такого высокого уровня? Да, конечно. Перед Кубком мира, также в Платиновом арене, состоится чемпионат России по прыжкам на батуте. Именно на этом мероприятии будет окончательно сформирована национальная сборная команда Российской Федерации, которая в дальнейшем примет участие в Кубке мира. Мы будем болеть за наших спортсменов. Там планируется, что в чемпионате России примут участие две спортсменки из города Комсомольска на Амуре. Пожелаем им удачи. Кроме того, с 28 августа по 10 сентября в городе Хабаровске состоятся всероссийские соревнования по велосипедному спорту. Включает в себя чемпионат России, Кубок России и первенство России среди женщин и юниорок. Соревнования будут проводиться в пригороде города Хабаровска. Одна гонка запланирована на набережной стадиона имени Ленина. Прям богат на события будем спортивные. А вот такие крупные мероприятия, мы готовы в Хабаровск принимать участников? Почему в Хабаровске? Ну, во-первых, Хабаровский край накопил уже колоссальный опыт в проведении таких мероприятий. У нас прошло три чемпионата мира по хоккею с мячом. Чемпионат мира 2015 года по киуку сенкай. За последние три года у нас в Хабаровском крае проведены чемпионаты по дзюдо, самбо, спортивному ориентированию. Ежегодно город Хабаров становится боксерской столицей. У нас в мае месяце проводится международный турнир по боксу в памяти героя Советского Союза Константина Короткова. 150 спортсменов из 20 стран мира приезжают сюда. В этом году, в марте, провели первенство России по олимпийской версии тэквондо. 600 спортсменов из 49 субъектов Российской Федерации принимали участие. Доказали. Доказали. А во-вторых, 20-й год Олимпийские игры в Токио. Поэтому сейчас все национальные федерации подбирают место для финальной итоговой подготовки к этим играм. И город Хабаровск рассматривается в том числе. Ну вот действительно, уровень будущих соревнований просто и выше некуда. Это, как вы сказали, первенство мира, отбор на Олимпиаду. На каком этапе сейчас подготовка в данный момент? Ну сейчас идет активная такая фаза. Ну по супербенде понятно, здесь ключевой это лед. Лед арены Ерофей. На данный момент проводятся регламентные работы для заливки льда. В ближайшее время лед будет залит. Также готовится и наша команда «СКА Нефтяник» к участию в этом турнире. Они сейчас на тренировочном мероприятии. В «Велоспорт» ведется плотная работа с Федерацией общероссийской. Согласовываем маршруты проведения гонок. Приобретаем необходимое оборудование для нашей сборной команды Хабаровского края, чтобы они успешно выступили. Батут. Правительством края приобретено необходимое оборудование. Это батуты, акробатическая дорожка, двойной мини-трамп. Это все то, на чем будет в дальнейшем тренироваться наши спортсмены. Но все мероприятия очень высокого уровня будут ли задействованы волонтеры в этой ситуации? Конечно. Сейчас ни одно крупное спортивное мероприятие не обходится без волонтеров. Можно сказать, что бум спортивного волонтерства – это 2015 год. У нас с вами было проведено два чемпионата мира. В 2015 году это хоккей с мячом и чемпионат мира по Кио-Кусинкай. И теперь ни одно спортивное событие не обходится без них. Они у нас помогают, встречают в аэропорту спортсменов, помогают с размещением, работают со зрителем, со СМИ работают. Как попасть на мероприятия, где приобрести билеты и вообще доступна ли цена? Билеты на Супербенде уже в продаже. Их можно приобрести в интернете. Стоимость составляет от 400 до 2000 рублей. При этом необходимо отметить, что приобретая один билет, вы получаете право посетить два матча в один день. То есть матчи будут проводиться с 17 и с 19.30. То есть покупая один билет, вы посещаете оба этих матча. Соревнования по прыжкам на батуте и велоспорту, они свободны для посещения. Можно будет их свободно посетить. Расписание и подробная программа будет размещаться на официальном сайте Министерства физической культуры в сети интернет. Напомним еще раз, 5 по 8 сентября мы принимаем в арене Ерофеем, будет Бенди. Можно посмотреть все подробности, инстаграм-аккаунт в Супербенди. Там мы следим за новостями. И там же, кстати, есть ссылка на приобретение билетов. Да, и с 17 по 22 сентября Хабаровский край впервые принимает Кубок мира по прыжкам на батуте. Поэтому всех приглашаем, обязательно приходите в Валиде Наших. На студии был Антон Куликов, консультант отдела развития видов спорта и подготовки спортивного резерва Комитета по физической культуре и спорту Министерства физической культуры и спорта Хабаровского края.